Пройтись по улице для североказахстанцев, а особенно для аллергиков, стало не самым приятным занятием. Дискомфорт приносит тополиный пух. Так называемый летний снег окутал каждую улицу областного центра. Спасаются североказахстанцы от атаки тополиного пуха как могут. Кто-то ходит в очках и медицинской маске. Многие надеются, что скоро сезон светения тополя закончится. Мешает, конечно. Снегопада зимой не бывает, как летом. Это опасно, потому что дети балуются и поджигают. Это приводит к пожарам. В глаза, в нос, в рот, в уши, куда только этот пух не лезет. Защищаемся, как можем. Маски отменили, так бы еще маска была. Ну, просто надо потерпеть. Деревья зачем спиливать? Это же кислород. Тем более в парке. Возле домов еще можно. А особенно вот где газовые участки. Мое мнение такое, что старые бы деревья тополя поспилить бы, а новую посадить. Опасаются североказахстанцы не на пустом месте. Пух забивается в углах гаражей, хозпостройки домов. А при малейшей искре разгорается, словно горючее. С момента осветения тополя в регионе уже произошел один пожар. Зарегистрирован один случай загорания тополиного пуха, причиной которого послужило неосторожное обращение с огнем. Данное возгорание было ликвидировано до прибытия подразделений противопожарной службы. Поэтому чайстники просят следить за детьми и объяснять им, что обычная шалость может привести к необратимой трагедии. Борются с летающими повсеместно снежинками в городском Акимате. С момента осветения тополя уже начали работы по устранению семян. В связи с большим скоплением тополиного пуха по городу сегодняшнего дня у нас начинаются работы по поливу участков, улиц, где наиболее скапливается тополиный пух. Работы будут проводиться периодично. Помимо этого в летний период у нас проводятся работы по спилу деревьев, аварийных, в том числе и тополя. А пока североказахстанцам приходится мириться с дискомфортом и ждать ближайшего дождя, чтобы тот хоть и на время избавил от появившихся неудобств.